Здравствуйте! Сегодня начну со стриминга. С февраля будущего года Твич прекратит работу в Южной Корее. Причина — экономическая неэффективность. А если точнее, то высокий уровень операционных издержек. Из-за специфики местного законодательства они оказываются на порядок больше, чем в других странах мира. Переходим к остальным новостям. Сегодня в выпуске. Главные анонсы Game Awards. Первый трейлер GTA 6. И когда покажут четвертый Dragon Age. Так, ты готов? Ой, блин, сейчас, сейчас. Начинается. Ага. Но сначала о современной технике. Такой, как новый монитор MAG281URF от MSI. Вот, полюбуйтесь. Диагональ 28 дюймов, разрешение 4К и отличная цветопередача, подтвержденная сертификатом веса HDR400. Сможете оценить графику современных игр во всей красе. В основе этой модели лежит быстрая IPS-матрица, которая позволяет держать частоту кадров на отметке в 144 Гц и обеспечивать время отклика в одну миллисекунду. А это то, что нужно для шутеров, файтингов, гонок, ну, словом, для всех динамичных игр. И в том числе для большинства киберспортивных дисциплин. Само собой, имеется здесь поддержка и адаптивной синхронизации, и технологии Les Blue Light Premium. Это когда снижается интенсивность вредного для глаза синего цвета, без потери качества цветопередачи. Имеется также функция настраиваемого прицела с увеличением и ночное зрение, которое позволит лучше ориентироваться на темных участках локации. Да, монитор продвинутый, тут без вопросов. Прямо сейчас на него действует специальное предложение. Все подробности по ссылке в описании. На церемонии Game Awards, как это уже стало привычно, не только прошла раздача наград, но и был сделан ряд громких анонсов. Хидео Кодзима, например, представил новую игру, которая создается в партнерстве с Microsoft. Называется O.D. В первом трейлере оцифрованные актеры говорили и кричали на камеру. То есть, все, как Кодзима любит. Ничего не понятно, но очень интересно. Понимаете? Дальше посмотрим. Студия Arkane анонсировала экшен с видом от третьего лица про Блейда. Охотиться на нечисть будем в самом центре Парижа. Вот, собственно, и все подробности. Capcom показала Monster Hunter Wilds. Продолжение одной из своих флагманских серий, которая выйдет на ПК и консолях следующим летом. Трейлер новой игры подготовили и авторы No Man's Sky. Назвали ее Light No Fire. Это будет сурвайвл в фантазийном сеттинге на процедурно-генерируемой планете. То есть, не миллиарды миров, а всего один, но огромный. Ну и магия, разумеется. Достойна упоминания и научно-фантастическая игра Exodus, которую разрабатывают бывшие сотрудники студии BioWare. Одну из ролей сыграет сам Мэтью МакКонахи. Из прочего стоит отметить названные даты релиза для целого ряда проектов. Например, Rise of Ronin от студии Team Ninja выйдет 22 марта и только на пятой плойке. Black Myth Wukong — это такой Dark Souls с китайской спецификой — пока намечен на август. А Space Marine 2 ожидается 9 сентября. Показали на церемонии и новый трейлер сиквела Hellblade. Релиз состоится в следующем году, но точная дата или хотя бы месяц пока неизвестна. Что касается, собственно, наград, то тут все ожидаемо. Вне конкуренции был третий Baldur's Game. На его долю пришлось сразу шесть статуэток, включая призы за лучшую игру и лучшую RPG. Второе место у сиквела Алана Уэйка — три награды, в том числе за лучший сюжет. Почему все решает рандом? Кубики? Ну и где здесь скилл? В любой момент сохраняешься, бросаешь кубики, перезагружаешься. Казино! Б**й, рот! Этого казино, б**й! Но даже такое громкое событие, как Game Awards, оказалось в тени премьеры трейлера шестой GTA. Ролик ожидаемо подтвердил то, о чем все и так догадывались. Rockstar продолжает быть лидером в деле проработки виртуальных миров и конкурировать с ней в этом. В ближайшее время не сможет никто. Как и пророчили инсайдеры, местом действия игры станут город Вайс-Сити и его окрестности. Расположен он в штате Леонида. Это местный аналог Флориды. Главных героев будет и в самом деле двое. Девушка Люсия. И ее пока безымянные то ли брат, то ли сват, то ли просто бойфред. Релиз намечен на 2025 год. Причем речь идет только о версиях для пятой плойки, а также Xbox Series X и S. ПК в списке платформ не значится. Видимо, повторится история с пятой GTA и сиквелом Красного Деда. То есть боярам придется подождать лишний годик-полтора. Будет ли у игры отечественная локализация? Официально никто ничего не сообщал. Но разработчики не поленились прикрутить к трейлеру субтитры на русском. Так что прогноз оптимистичный. Но речь, само собой, идет только о текстовом переводе. Озвучивать игру на любых языках, кроме английского, Rockstar по традиции не будет. Слишком уж и велики как объем работы, так и количество задействованных актеров. Иди сюда. Ты говоришь мне? Иди, придурок. Ты говоришь мне? Отметились на прошлой неделе роликом и авторы Dragon Age 4. Но тут все было на порядок скромнее и ограничилось показом некоторых локаций из игры. Княжество Антива и его крупнейшего порта Тревизо, Королевство Ривейн и Королевство Андерфелс. Вся троица расположена на севере континента Тедос. И вместе с империей Тивиндер они станут теми регионами, где развернется сюжетное действие. Какими-либо подробностями биовары делиться не стали. Но пообещали, что презентация новой Dragon Age пройдет следующим летом. CD Projekt'ы выпустили последний крупный патч для Киберпанка, в котором, помимо прочего, добавили в игру метро. Да-да, настоящее, работающее. 19 станций, 5 веток, покупка билетиков. Все как положено. Еще одним новшеством стала возможность пригласить к себе жить свою избранницу. Ну или избранника. И вот на этом история первого Киберпанка, считай, закончилась. За игрой теперь будет присматривать небольшая команда, задача которой сводится к исправлению багов. Ну а освободившихся сотрудников перекинут на другие проекты. Прежде всего, на нового Ведьмака. Переходим к новостям релизов. Датой выхода, наконец-то, обзавелся третий Homeworld. 8 марта следующего года. Если, конечно, снова не перенесут. В этом деле у разработчиков рука набита. Также в марте, но уже 15-го числа, придет черед сиквела Outcast. Первая часть, напомню, вышла еще в 99-м году. То есть, почти 25 лет назад. Кроме того, на начало года намечен выход ПК-версии Horizon Forbidden West. Причем речь идет о полном издании, в состав которого войдет и дополнение Пылающие берега. А теперь о приятном сюрпризе. Подготовила его компания Adata и ее киберспортивный бренд XPG. Кто не в курсе, это производители оперативной памяти, твердотельных накопителей и других комплектующих для ПК. Я про них в новостях уже неоднократно рассказывал. Спросите, и где же тут сюрприз? Отвечаю, если начиная с сегодняшнего дня и до 20 января включительно вы приобретете одну из участвующих в акции устройств, то можете стать участником конкурса. А призы там богатые. Включая оперативную память DDR5, быстрый SSD, множество мерча и даже iPhone 15 Pro. Условия просты. Покупку надо совершить в одном из магазинов, который является партнером акций. Затем оставить комментарий на карточке продукта и загрузить скриншот с этим отзывом на страницу конкурса. Его итоги будут подведены 23 января в ходе трансляции с участием блогера Даниила Герасимова с канала Happy PC. Все подробности о конкурсе ищите по ссылке в описании. Любопытной статистикой по Baldur's Gate 3 поделилась студия L'Oreal. Например, оказалось, что чаще всего игроки крутили амуры с Shadow Heart. Дорогу к ее сердцу нашли 51,3% приключенцев. Наиболее популярной расой при создании собственного персонажа стали эльфы, а среди классов лидирует Паладин. При этом 94% игроков создали хотя бы одного собственного героя. Ну а если брать варианты, заготовленные разработчиками, то тут в топе оказались Гейл и Астарио. Я обалдею от наших разговоров. Ты такой умный, дядька. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил Минцифры разработать особую маркировку для игр, в которых есть донат. Это позволит родителям строже следить за своими отпрысками, дабы те не наделали дыр в семейном бюджете. Потому как нередки случаи, когда, цитирую, «дети втайне от родителей тратят десятки, а иногда и сотни тысяч рублей на совершение внутриигровых покупок». Само собой возникает вопрос, как такую маркировку ставить? Ведь многие игры с донатом являются условно бесплатными и в магазинах не продаются, а просто скачиваются из сети. Выбираю глобальную сеть. Что ты делаешь? Звоню в другой город, в Пекине. Шведское издательство «Парадокс» объявило о массовом подорожании выпущенных им игр. Что? Опять? Которое самым ощутимым образом коснется и России. Случится это уже 16 января. Рост цен составит от 40 до 70 процентов. И коснется даже тех игр, поддержка которых была прекращена. Но есть в этой бочке дегтя и ложка меда. Недавние релизы тоже подорожают, но не так существенно. Процентов на 10. Если брать, например, третью «Викторию». Господи, Борис! Ну и под конец немного дичи. Королева надувных бассейнов и владелица бензоколонок стримерша Амуран продолжает осваивать зрительские донаты. Свежесобранные 17 миллионов долларов были пущены на приобретение фруктовых садов во Флориде и соседних штатов. Общая их площадь составила 900 гектаров. Выращивают там апельсины, которые потом поставляют производителям соков. Амурант на достигнутом останавливаться не собирается и в перспективе хочет обогнать самого Билла Гейтса, которому принадлежат 111 тысяч гектаров земли. А я помню, как тут была апельсиновая роща. Это и сейчас апельсиновая роща. Ну вот и все на сегодня. Обязательно заглядывайте к нам на Бусти и не забывайте про наш второй канал. Там появился видеогид по Вархаммер Рок Трейдер. Заходите на Огонек в теплую ламповую группу ВК. И, конечно, катайтесь на телеге. Ну а я увижусь с вами на следующей неделе. До встречи. Пока. Ясно. Редактор субтитров А.Семкин